Здорово, что все сегодня здесь. Ну, потому что, если мы все не можем вместе пойти на пляж, то, наверное, правильнее пойти в какое-то хорошее прохладное место и послушать что-то интересное и полезное. А сегодня, собственно, и то, и другое обещано. Меня зовут Валерия Мозганова. Я руководитель отдела недвижимости радиостанции «Бизнес.ФМ», модератор нашей сегодняшней встречи. Прежде всего, очень прошу всех достать мобильные телефоны и перевести в беззвучный режим. Очень приятно, что еще можно это произносить, потому что когда совсем удаленка, тогда, в общем, и бессмысленно, а так еще вроде как ничего. Значит, пока все выполняют эту нехитрую операцию. Я понимаю, жарко. Поэтому еще раз, пожалуйста, мобильные телефоны в беззвучный режим. Пара вступительных слов. ФСК честно ведет себя по принципу «пацан сказал, пацан сделал». Некоторое время назад, как все мы помним, было заявлено, что под брендом ФСК на рынок будут выходить исключительно проекты бизнес-класса. Вот действительно, честно, сегодня мы будем говорить еще об одном проекте бизнес-класса, который представляет в том числе и ФСК. Это раз. Второе. Мы будем говорить сегодня о проекте бизнес-класса в Подмосковье. Что вещь, мягко говоря, нечастая. И тем уже интересная. Это два. Третье. Может, кто еще не слышал, но у нас на сентябрь назначен дефолт. Ну, помимо локдау. Значит, как говорят коллеги, вопрос веры, но дефолт назначен. Говорят ряд экономистов. Значит, говорят, что ряд девелоперов приостановил свои переговоры по приобретению новых площадок, чем страшно расстроил лендлордов. В общем, верят или не верят люди в этот объявленный дефолт. Но вот реальность такова. Мне кажется, что в этой ситуации, даже если это окажется пустыми разговорами, что довольно часто так и бывает, вывод нового проекта – это в любом случае некая демонстрация силы тех игроков, которые в этом проекте заявлены. Я думаю, что в этом сегодня сомнений ни у кого не должно остаться после выступлений этих самых игроков. А выступление нам сегодня предстоит услышать вот от кого. Ольга Тумайкина, коммерческий директор группы компаний ФСК. Дмитрий Захаров, директор по маркетингу компании Icon Development. Александр Галстян, директор проекта «Заречный квартал», о котором мы сегодня и будем говорить. И Антон Бондаренко, партнер и главный архитектор компании Apex Project. Ольга, ну что, леди ферст. Перед тем, пожалуйста, как Ольга начнет свое выступление, я хочу вот что сказать. Помимо нас с вами, еще сегодня идет трансляция нашего мероприятия. Она идет на каналах ФСК и в Ютубе. Можно будет там посмотреть. Можно посмотреть в Зуме, кому это удобнее. И там же в Зуме можно задавать вопросы. Если они будут, пожалуйста, там есть чат. Все, можно туда написать. Мы попробуем ответить. Хорошо? Итак, Ольга, что такое вообще бизнес-класс в Подмосковье? Чем он интересен? Где он располагается? Ну и в частности, как в эту картину, общую картину бизнес-классного подмосковного мира вписывается в ваш новый проект «Заречный квартал». Спасибо, Валерия. Коллеги, всем доброе утро. Сегодня, как уже Валерия сказала ранее, мы хотим презентовать наш новый проект. Проект называется «Заречный квартал». И также, как уже Валерия сказала, группа компаний ФСК продолжает свое направление в том, чтобы расширять долю бизнес-класса. На данный момент в портфеле нашей компании порядка 15% — это жилая площадь, реализуемая в сегменте бизнес-класса. И, собственно, мы в этом направлении продолжаем двигаться. Но что касается особенностей этого проекта, это то, что он действительно располагается в Московской области. Три проекта, которые мы выводили до этого, они все располагались в границах старой Москвы. Прежде чем мои коллеги расскажут более подробно о проекте, о самом, я бы хотела остановиться немножко на общих моментах, касаемых именно рынка бизнес-класса и отличий рынка Москвы и Московской области. Первое, о чем хотелось бы сказать, что действительно бизнес-класс на рынке Московской области — это достаточно редкий вид. Всего 5% на данный момент на рынке Московской области представлено такого плана объектов. По сравнению с Москвой, где, например, на данный момент 35% — это проекты бизнес-класса, того или иного бизнес-плюс, бизнес-минус, как бы их ни называли. И также хотелось бы отметить, что в Московской области это, в принципе, самый верхний сегмент. То есть если в Москве у нас есть еще премиум, элит, который тоже забирает на себя часть объема рынка, то здесь это такая маленькая доля для тех клиентов, которые готовы переплатить за комфорт, за место расположения, за удобство планировок, за какие-то дополнительные опции и фишки, которые присущи именно бизнес-классу. Следующее отличие, о котором хотелось бы сказать, это средняя площадь квартир. В Москве она преимущественно составляет порядка 70 квадратных метров, в Подмосковье пока чуть меньше, но разница не суперзначительная, это всего 5 квадратных метров, но все же она есть. То есть все равно мы еще немножко все-таки область отличаем от Москвы. Что касается лидеров продаж, то в Москве самым большим спросом пользуются двухкомнатные квартиры порядка 70 квадратных метров, и на втором месте находятся однокомнатные квартиры площадью 45. По Московской области чуть-чуть другая картина, но также в лидерах двухкомнатные квартиры, только чуть меньше площади, и однокомнатные квартиры также чуть меньше площади. Но все же этот спрос есть, и условно, если мы там посмотрим на комфорт-класс, на стандарт-класс, там, конечно же, и средняя площадь квартир, и однушки-двушки, они будут значительно меньше по своим габаритам. Стоимость. Самая интересная, наверное, для всех. На сегодняшний день по московским проектам, мы знаем, что рынок очень активно рос, 2020 год и 2021 год, первая половина года. На данный момент 350 тысяч за квадратный метр, это средняя, которую мы видим по объектам бизнес-класса именно в Москве, в старых границах. При этом рост составил за 2020 год 30%, то есть он был очень активным, и в том числе это отразилось и на той средней цене, которую мы имеем на сегодняшний день. Что касается Подмосковья, то здесь значительно ниже эта средняя стоимость. Она составляет порядка 135 тысяч рублей за квадратный метр, и выросла всего на 6% за 2020 год. То есть спрос есть, но он не настолько активный, как в Москве именно на этот класс, на такие проекты. Но что хотелось бы отметить в рамках нашего текущего проекта, что почему именно бизнес-класс? Наш проект расположен в одном из самых дорогих подмосковных регионов, это поселок Заречья, где средняя стоимость квадратного метра уже составляет 200 тысяч рублей за квадратный метр. Оль, простите, пожалуйста, а можно вот для тех, кто не очень знаком с географией Подмосковья, что такое Заречья? Это так интригующе, но чтобы понимать. Я расскажу, где Заречья находится. Соответственно, срез такой, и мы видим, что несмотря на то, что Подмосковье отстает по ценам, все-таки данная локация, она как раз нам позволила создать такой хороший качественный проект и продавать его по ценам выше среднерыночных по Подмосковью. Основные проекты Московской области бизнес-класса, они сосредоточены в основном на севере и северо-западе Московской области. Собственно, недалеко от Одинцова, где и мы располагаемся, дальше расскажу прямо про само место расположения. Собственно, наиболее престижные направления, это в районе Красногорска, Химки, Долгопрудные, много Одинцово, в Сколково много такого плана проектов выходило. И в основном, естественно, это все небольшая удаленность от Москвы до 10 километров. Что касается непосредственно расположения Заречного квартала. Как мы видим, вот он как раз наш поселок Заречья. Он располагается недалеко от Одинцова, недалеко от Сколково, на западе Москвы. И есть два основных преимущества у этого места расположения. Они такие, с одной стороны, противоречащие, с другой стороны, дают нам возможность для того, чтобы продавать дорого и хорошо. Помимо того, что есть удобные транспортные развязки, 500 метров до выезда на генерала Дорохова, который без светофоров доведет до центра Москвы. Помимо этого, есть выезды на МКАД, и там удобная развязка, можно и в одну, и в другую сторону выехать. 100 метров находятся автобусные остановки, то есть транспортная доступность очень хорошая. Недалеко от Москвы расположен участок. И при этом он граничит с Мещерским парком. Мещерский парк – это очень большая заповедная зона, там больше 400 гектар. И Мещерский парк с 2010 года очень активно благоустраивается. То есть это не просто лесополоса, это полноценный парк, там есть водоемы, есть спортивные площадки, детские площадки, пандапарк, волейбольные, футбольные, различные объекты, для того, чтобы можно было проводить свой досуг. Именно поэтому мы приняли решение о том, что проект будет бизнес-класса, о том, что мы будем в этот сегмент его выводить. По характеристикам мои коллеги уже продолжат, расскажут. Но про местоположение, наверное, это все. То есть в связи со всеми этими факторами, соответственно, было принято решение о том, какой будет наш проект. Спасибо. Спасибо большое, коллеги. Те, кто пишет, что называется, с колес ленты, если есть вопросы, которые прям очень надо задать сразу, пожалуйста, поднимайте руку. А если таких вопросов нет, то мы сессию вопросов-ответов, с вашего позволения, после того, как все все расскажут. Хорошо? Итак, Дмитрий, чуть более подробно про сам проект. Да, конечно. Спасибо, Ольга. Добрый день, дамы и господа. Сначала хотел бы поблагодарить группу компании FUSCA за такой бесценный опыт коллаборации совместной нашей на этом объекте. Не так много девелоперов, которые вдвоем идут в одном проекте. Вот. Поскольку я являюсь директором по маркетингу, мы в рамках нашей компании провели исследование. Провели исследование на тему вот чего. Что сейчас волнует нашего клиента, что потребителю важно. И, собственно, выявили четыре тренда, о которых я сейчас хочу немножко рассказать. Первый тренд. Сейчас все больше и больше людей стремятся уехать из насыщенной Москвы, да, и мы это с вами сегодня видим, когда у нас в Москве довольно-таки жарко, сейчас бетонные джунгли. Мы им предлагаем... Они хотят уехать на природу в окружении леса, водоемов, там, где им будет комфортно. И заречь, издавание поселок считался довольно-таки премиальной локацией. Тут с Ольгой, разумеется, сложно не согласиться, где давались дачи там и генералам, и так далее. Второй тренд, который мы отмечаем, это продумать экосистему. То есть люди сейчас не хотят тратить время в поездки куда бы то ни было. То есть они не хотят ехать туда, где они смогут получить ту или иную полезность. То есть они хотят иметь это все у себя и хотят иметь здесь и сейчас. То есть они не хотят ехать на развивающей площадке, они хотят иметь во дворе. Третий тренд, о котором я бы хотел упомянуть, это тренд на премиальность. Сейчас людям, сейчас люди хотят жить в красивых домах, они хотят, чтобы их архитектура была уникальна, они хотят, чтобы это был не обычный подъезд, а хотят, чтобы это была большая входная группа с лаунж-зонами. И четвертый тренд, такой он сложный для восприятия, это тренд на гедонизм. То есть люди становятся больше эгоистами, они думают, что они потребляют, они хотят все самое лучшее и думают в первую очередь о себе. И проведя это исследование и на основе выявленных трендах мы сделали некую философию нашего проекта, обозначив его как конструктор. Конструктор, вот такие архитектурные элементы, вы тут можете видеть и арочные элементы, которые переплетаются с нашим фасадом. вот этот слайд более подробно про конструктор, то есть что дает наш проект, он дает престижную локацию, камерную атмосферу и малоэтажность, потому что застройка девятиэтажная, продуманная экосистема ценностей, то есть все, что вы хотите, будет у вас на первом этаже, соседство с Мещерским парком и, собственно, современная концепция коммерческих площадей. И анализируя все это, мы сделали, мы ввели некий термин эллипс комфорта, то есть первый эллипс комфорта это комфорт, который у тебя во дворе, во дворе твоего дома. Это бульвары, по которым вы можете гулять, тенистые аллеи, в которые вы можете прогуливаться, это кафе, рестораны уютные, детские площадки, которые мои коллеги дальше расскажут. Собственно, да, стадион, спортивная зона воркаута, прогулочные бульвары. Вот, вкрасно перечислили здесь. На этом слайде мы даем некий референс того, что будет у нас в дальнейшем на благоустройстве. Как вы можете видеть, довольно-таки необычные, эксклюзивные элементы мы вводим в Подмосковье. Вы правильно сказали, в Подмосковье мало таких объектов, но, собственно, у нас действительно проект высокого уровня. Второй эллипс комфорта это окружение нашего жилого комплекса. Опять-таки, мы говорим здесь о Мещерском лесопарке, мы говорим о эволюционной школе Сколково, которая находится всего в пяти километрах. И, собственно, сложившийся кластер это сам поселок Заречья с его инфраструктурой. Собственно, здесь вкратце вы можете посмотреть те или иные полезности, которые есть, как в Мещерском парке, включая там стадион и так далее, и в Заречья школы, кафе, территория для прогулок. И третий эллипс комфорта это то, куда вы можете добраться на машине в течение 25-30 минут. Как вы видите, в границах этого эллипса лежит очень много довольно-таки знаковых объектов для нашей Москвы, включая Воробьевы горы, Москва-Сити и, собственно, 30 минут до Красной площади. То есть, опять-таки, наш проект находится в тех эллипсах комфорта, где каждый сможет найти что-то свое для себя. Спасибо большое, коллеги. Дмитрий, а можно сразу вопрос? Эллипс, а не, скажем, круг или квадрат, это исключительно с конфигурацией участка связано или как-то вот так ваша картина мира сложилась, что эллипс вам приятнее? Вы знаете, эллипс приятнее, потому что круги у всех есть, у всех застройщиков все круги, и все используют круги, а мы используем эллипс. Понятно. Ну, хорошо. Да, хорошо. Спасибо. Надо посмотреть, какие там еще у нас есть фигуры эдакие. Да, я даю слово Антону Мондаренко, это представитель компании Апекс, собственно, архитектуры от Апекса тоже довольно-таки большой плюс этого проекта. Да, Антон, пожалуйста. Спасибо. Поговорим про архитектурную составляющую. Да, я немножко про эллипс. У эллипса есть направление, у круга нет направления, а здесь, ну, это вот почему-то я как архитектор это увидел здесь. Я пока промотаю. У квадрата есть направление. У квадрата нет направления, у эллипса есть. Сейчас немножко... У треугольника тоже есть направление, да? У него три направления, у эллипса два. Я немножко хочу перевести формат беседы и рассказы на такой более эмоциональный, да, и такой через психологический подтекст, наверное, да, потому что цифры — это одно, а то, как мы видим окружение, это все-таки немножко другое. Мы больше воспринимаем через... Ну, нравится, не нравится, это больше психология, чем вот подсчет каких-то цифр. И вначале хочу рассказать о своем впечатлении об этой площадке, потому что вначале, когда мы с коллегами посещали эту территорию, очень нам запомнилось, там есть такая еловая аллея, то есть сейчас эта территория практически разрыта, да, там старые были какие-то постройки, там котлованы и так далее, но даже вот на этом вот клочке, встретив вот эту, ну, такую уголок такой или островок, скажем так, природы. Кстати, на последующих стадиях, я думаю, в концепции благоустройства сохранится этот участок, и это будет такая память места, собственно, почему концепция благоустройства и будет такой разнообразной и интересной. Да, значит, что хочется сказать, как уже говорили коллеги, поскольку речь идет о проекте бизнес-класса, да, то, безусловно, это оригинальная и авторская архитектура, поэтому мы благодарны за то, что нас позвали и надеемся на то, что этот проект будет достойно воспринят и как бы архитектурными критиками и тем, кто будет там проживать. При этом, поскольку территория большая, да, мы сейчас говорим про концепцию, которая выходит на рынок, это первая очередь, и это ряд домов, в котором есть с одной стороны они довольно-таки разные все, с другой стороны они объединяются неким единым подходом. И, кроме всего прочего, нам очень хотелось создать здесь именно неповторимый запоминающийся образ. Я надеюсь, что это все запомнят. В отделке фасадов, вернее, даже начну не с этого, на этой территории мы приняли для себя порядка восьми типов различных фасадов, различных плоскостей и их оформления. При этом придерживаемся определенного принципа, да, то есть, вот, например, объединение модулей по два, это такой прием архитектурный, чтобы снизить еще больше как бы высоту здания. Как уже говорили коллеги, да, здесь такой приятная такая среда девятиэтажная, да, но вот это объединение модуля по два создает ощущение еще более низкого домика. При этом присутствуют арки, это как обозначение премиальности входных групп, и я думаю, что когда впоследствии будет разрабатываться дизайн этих лобби, да, ну, уже сейчас видно, что это акцентные вещи, это прозрачные сквозные проходы с большими витражами, все, что соответствует восприятию премиальности и бизнесовости. Про фасады, клинкерный кирпич, архитектурный бетон, композитные панели, вот из этих материалов мы создаем некий такой образ премиальный, на мой взгляд, архитектуры. Есть здания, которые выдержаны в более строгом стиле, ну, как бы мы стараемся здесь миксовать архитектуру, то есть есть арочный подход, есть прямоугольный подход для того, чтобы, ну, среда все-таки была разнообразной, и ног, поскольку фасадных материалов не так много, они объединяют эту всю застройку в единый образ. Ну, и возвращаясь к трендам, да, здесь интересный есть принцип классического подхода к архитектуре, при этом интерпретации его в современность. Опять же, вот эти арки, симметрия формообразования дворов, выделение верхних этажей, подчеркивание нижних этажей, и хочется также сказать, что вся эта территория, это, конечно, относится уже больше к благоустройству и к мастер-плану, нежели к фасадам, но вот просто на этой картинке видно хорошие, шикарные, большие дворы, формирование этой застройки качественных улиц, бульваров, площадей, как уже коллеги говорили. В общем, надеемся, что этот проект понравится и покупателям, и сообществу, всему, кто будет наблюдать за развитием дальнейшего проекта. Спасибо большое. Спасибо большое. Антон, можно сразу спросить? Обычно архитекторы, ну так, кто активнее, кто менее активно, говорят, что, конечно, поддавливают их девелоперы. Здесь их двое. Это наоборот случилось, наоборот было. Ну расскажите, расскажите, как они вам дали свободу творчества, какие они молодцы. Мне кажется, я не буду, наверное, раскрывать каких-то особых секретов, просто когда вот мы приехали на площадку, да, и поняли, что это действительно находится недалеко от центра, это действительно близко к Москве, наша концепция была, что это, в общем-то, не за городом, это практически в городе. При этом у тебя есть ощущение, что ты живешь за городом, потому что рядом находится Мещерский парк. И, как я уже говорил в начале о своих вдохновениях там сосновой этой еловой рощи, ну мы не могли сделать просто. Ну то есть мы начали совместную работу, придумывали фасады, и они как-то у нас, мне кажется, скажем так, обрастали какими-то приемами, и они, наоборот, дорожали. У нас вот во время проектирования, потому что мы все больше и больше проникались этой площадкой, подходом, и, мне кажется, коллеги тоже понимали, что их класс растет вот просто на глазах. Мы будем вправе называть квартал субурбией? Ух ты, философский вопрос. Вы не знаю. А вы? Я не придумывал такой ассоциации. Ну окей, посмотрим, посмотрим, как будет развиваться. Александр, переходим к более привычным, честно говоря, категориям. Сколько стоит, что там с метражами, с высотой потолков, с отделкой, с целевой аудиторией, ну и всеми прочими, назовем так, условно-техническими характеристиками проекта, которые вы в него закладываете. Благодарю. Доброе утро, дамы и господа. Доберемся, Валерия, до этих параметров также. Вначале я расскажу в целом, что собой представляет проект «Заречный квартал». Это территория в 22 гектара. Ныне она пустующая. И в течение 7 лет мы планируем построить на ней 15 жилых корпусов. Разбито все это на 5 чередей. Корпуса в основном образуют такие закрытые или полузакрытые дворы с атмосферой довольно камерной в силу невысокой этажности. Этажность, к слову, от 7 до 9 этажей, не больше. Обеспеченность машинными местами на высоком уровне. Практически каждая квартира будет иметь свое машинное место. 3700, если в цифрах. что касается первой очереди, то это уже 6 домов, которые вы видели. Они находятся вдоль улицы Торговой Заречной, которая является основной транспортной артерией, связывающей Москву с поселком Заречья. И в рамках первой очереди у нас строится 51 тысяча квадратных метров и порядка 1200 квартир. По поводу обеспеченности социалкой. Застройка комплексная. Все есть в том самом эллипсе комфорта номер один, о котором говорил Дмитрий, то есть в шаговой доступности на территории самой застройки. Это общеобразовательная муниципальная школа 1100 учащихся с профицитом по отношению к населению застройки. Два детских сада 510 мест, также профицит. Кроме того, на территории поселка наверное стоит упомянуть такие уже имеющиеся известные в некоторых наверное кругах объекты, как Зареченская муниципальная школа, отреконструирована в 2015 году прекрасная, Кембриджский кампус международный, образование как русское, российское, так и Кембриджский сертификат международный, английский детский сад Discovery. Все это в поселке Заречья, в принципе где-то километр-полтора от комплекса. Также в шаговой доступности поликлиника, которую тоже строим в рамках этого проекта. 300 посещений в смену. По поводу расскажу пару слов о детских площадках. Мы тут назвали как бы эмоциональным развитиям. То есть суть в том, что детские площадки, оборудованные специализированными детскими мафами, это некий нейродинамический комплекс, который рассчитан на развитие детей через движение. То есть мы сейчас все понимаем, что городские дети чаще всего двигаются мало и информацию получают через зрительные и слуховые каналы, это и школы, это и гаджеты и так далее. А движение, это для развития детского мозга все-таки важней, как считается уже, как уже давно было выявлено. И мы будем организовывать детские площадки в таком едином комплексе с местами для шумных игр, выплеска энергии, с местами для тихих, спокойных игр. Все это соседствует, бесшовно соседствует с лесопарком. И дети также имеют возможность знакомиться с образцами фауны. Они могут видеть каких-то и птиц, и некоторых небольших, безопасных животных, которые подходят. Они реально подходят из леса к территории. В принципе, это прекрасное такое комбинированное городское и загородное место для проживания, для детей и их развития. По поводу спортивной составляющей. Это многофункциональный стадион на территории, спортивные площадки, зоны воркаута. И, наверное, главное, что нужно было бы упомянуть, это разветвленная сеть велодорожек. Она также соединена с Мещерским парком. И то есть велосипедистом, по сути, выйдя из подъезда, ему не надо никуда не грузить велосипедом, на какие-то удерживающие устройства на машинах, не надо не переходить улицы, ездить по улице. Он просто поехал по дорожкам, уехал в лес, катается себе по сути весь день. Зимой это лыжи, тоже прекрасно. Коммерческая составляющая проекта, в нашем случае, это более 20 тысяч квадратных метров площадей, сосредоточены, главным образом, будут в первой очереди, вот на первой линии вдоль улицы торговой заречной, будут сосредоточены на променаде. Часть променады это вот та самая еловая аллея, о которой говорил Антон. И далее променад такой струной, пока мы, к сожалению, не показываем на генплане, но променад уходит в лес, он будет являться зоной притяжения, он виден хорошо с проспекта Генерала Дорохова автомобилистом и, в принципе, для коммерческой составляющей такое хорошее привлекательное место, такое подспорье. По поводу предлагаемых услуг, сервисов, вот на этом слайде можно видеть, конечно же, это общепит, это спорт, на территории будет бассейн. Ну, наверное, это все, что я хотел сказать в рамках презентации. Благодарю за внимание. Будем рады ответить на вопросы. Прекрасно. Значит, вопросы сразу, потому что они точно появятся. Мы все-таки хотим услышать, значит, площади, которые запланированы, квартир, да, от до хотя бы. Мы сейчас скажем о первой очереди только, конечно же, это квартирография представлена студиями, одна, двух, трехкомнатными квартирами и на девятом этаже, дома девятиэтажные, доступно лот об объединении. Студии это там от 24 квадратных метров, однушки от 36, двушки от 51 квадратного метра и трешки от 84, примерно так. Высота потолков? Три метра. На типовых этажах, то бишь, с второго по восьмой и на девятых 30 метров. Это три метра в чистую, да? Да, бетон, бетон. Так, значит, про машиноместа поговорили. Скажите, машиноместа вы предполагаете, ну, пока, как предполагается, продавать, сдавать в аренду? Машиноместа будут продаваться. Относительно арендуемых, пока не будем ничего сообщать, возможно, будет какой-то процент арендуемых машиномест. Значит, коллеги, я хочу, наверное, потом коллеги тоже скажут, но я просто хочу сейчас сказать, что пока, правильно я понимаю, продажи не открытые в комплексе. Когда планируете? Ну, примерно. Конец лета, начало сентября. Конец лета, начало сентября. Это старт продаж. Да. Это к тому, что можем ли мы сейчас говорить о цене? Ну, хотя бы в вашем понимании, вот, примерно. Мы можем, наверное, сейчас обозначить средневзвешенную по первой очереди 265 тысяч за квадратный метр. Лоты от 8 миллионов. Это вот на данный момент? На данный момент. На данный момент. Важно, потому что мы реально не знаем, как изменится ситуация к концу. Совершенно верно, согласен. Что там вообще у нас будет? Вот. Ну, и еще один вопрос. Вы считаете выход в подмосковный бизнес-класс, ну, хотя бы отчасти риском? Вот, мало идут девелоперы, да, понятно, с стандартом, понятно, с комфортом, пользуются спросом, в том числе инвестиционным. Вот, как Ольга говорила, сколько там, 5 процентов, да, всего бизнес-класс. Не идут девелоперы туда, а вы так вот прям бодро туда влетаете. Ну, смотрите, Подмосковье, оно ведь очень неоднородно. И то место, та локация, о которой говорим мы, она, ну, вот уже говорили об этом, не воспринимается, как будто это область. Ты переезжаешь в МКАД, ты, по сути, оказываешься, еще даже как-то не настраиваешься на загородный лад, и оказываешься, ну, в каком-то поселке, который как продолжение Москвы. И при этом, рядом вот природа. Рядом природа. Я глубоко уверен, что Заречье, это подходящее место для проекта бизнес-класса, и как риск, вот, не рассматривая. Не рассматривая. Коллеги, если есть вопросы, вы руки поднимайте, потому что, да, значит, сейчас будут, вот, сейчас, сейчас будут давать микрофон. Пожалуйста, не забывайте представляться. Если есть конкретный адресат вопроса, то мы говорим. Чичерова Людмила, ведомости недвижимости. Я хотела узнать, вот, в продолжении рассуждения о квартирах, предусмотрена ли отделка, и в каком состоянии будут они сдаваться? Спасибо. В первой очереди отделка не предусмотрена. В последующих очередях вопрос обсуждаем. Еще решение не принято относительно отделки. Первый это будет шаленкор. Так, коллеги, вопросы, говорю, поднимайте руки, пожалуйста. Поговорим про балконы. Ой, мы про них столько говорили, пока сидели в локдауне. Значит, были такие предположения, что теперь вообще, все архитекторы будут обязаны, не знаю, как изворачиваться, но вот придумывать, чтобы практически все, за редким исключением, квартиры в каждом комплексе были хоть с каким-нибудь выходом в мир. С французским балконом, с террасой, с ложей, с чем угодно, но чтоб было. Что будет по этой части здесь, это вот, наверное, Александр, вам вопрос. И, Антон, действительно ли теперь девелоперы так вот заморочены по поводу этих самых балконов и террас? У нас слово Антона Бондаренко. Ну, смотрите, балконы должны куда-то выходить, да, как вы правильно заметили. Первая очередь, поскольку сосредоточена большим фронтом вдоль все-таки транспортной артерии, то, наверное, смысл туда ориентировать балконы нет. А вот когда коллеги представят дальнейшее развитие этой территории, где дворы будут уже повернуты в сторону леса, в сторону парка, я уверен, что там должны будут появиться через какое-то время не то, что там балконы, да, а прям террасы. Ну, опять же таки, балконы там в той же самой Москве, но это действительно только просто вот открыть окно и как бы либо шагнуть, либо остаться в плоскости дома дальше, больше не надо никуда ходить. Просто мы, как архитекторы, всегда боимся делать балконы или лоджии, потому что начинается хаотичное остекление этого всего. Поэтому либо лоджия, либо, может быть, даже терраса. Хотя терраса тоже неоднозначна. Я думаю, что вот в таком формате проекта, когда невысокая застройка, там появится, я надеюсь, на последующих очередях в адекватном месте с адекватными видами на лесопарковую зону большие террасы или там балконы. Сейчас балкончики есть, они просто небольшие. Понятно. Александр, вот уверенность Антона, она как-то у вас в голове уже уложилась, да, что вот в следующих очередях надо террасы. Ну, начиная разработку концепции в первой очереди, мы как-то в своем техническом задании определили, что балконов у нас не будет. Хотя в процессе разработки к небольшим балконам совместно с Апекс мы пришли. В последующей очереди, вот у нас там даже будут дома переменные этажности. И вот в них возможно появление и террас, и балконов. К тому же там квартиры будут больше видовые, обращенные к лесу. Это, конечно, да. Это скорее будет, чем нет. Я, кстати, еще хотела спросить вот по поводу, да, концепции девять этажей максимум. А это было, ну, как бы чем-то обусловлено какими-то ограничениями, выше девяти вы не могли? Или это было типа сознательное решение, создадим вот такую вот загородную, ну, а-ля загородную. Хороший вопрос. Сколково это загород. Ну, девелоперы, наверное, всегда окружены всяческими ограничениями, да. И, ну, я не буду, наверное, тут как-то что-то изобретать. За речь, это вся зона девятиэтажной застройки, это градостроительное ограничение, 35 метров по высоте. В принципе, мы придерживаемся этого. Но, наверное, это все-таки конечному потребителю будет на руку, потому что получается очень... Девять этажей сегодня в Москве воспринимается как вообще невысокая этажность. Ну, так для Москвы это совсем неэтажность, прямо-таки скажем. Хотя считается многоэтажный дом, а воспринимается как очень невысокий. Это комфортно будет. Нет, это хорошо. Это хорошо. Коллеги, я по-прежнему прошу руки поднимать, если кому-то что-то интересно. Да, можно я пока... У меня микрофон уже Ольга Гахакит, Заря новости. Расскажите, пожалуйста, об инвестициях. Есть ли уже примерный общий объем и как структура будет распределена в связи с тем, что проект в партнерстве реализуется между двумя компаниями? Я вам, наверное, озвучу только, что объем инвестиций составит порядка 40 миллиардов. А по поводу распределения между ФСК и нашей компанией я не буду комментировать. Я могу еще отдать слово Ольге, если можно что-то добавить. Ну, в общем, ограничимся вот таким ответом тогда. Хорошо, спасибо. Был вопрос, да, пожалуйста. Скажите, а есть ли уже какое-нибудь строение, которое сделано, или только проекты? Ну, в рамках нашего проекта на территории пока ничего. Не совсем, вот просто посмотрите, ну, какой-нибудь такой образец. В общем, нет. Хорошо. Балкончик все-таки сколько? Сколько по вылету, по площади? Ну, вылет, если я не ошибаюсь, до 60, даже меньше, 25-30 сантиметров вылет. Вылет, ну, это, конечно же. Условно говоря, тапочки. Скажите, и вот в неком смысле я вот смотрю, как глазами художника-архитектора, все-таки вы немножко, ну, чрезмерно, может быть, использование симметричности. Сейчас вот мы все-таки порыв куда-то. Хотелось бы, чтобы не так много было. Антон, а вот, пожалуйста, возьмите микрофон, это явно вам адресованный вопрос. В фасадах имеете в виду симметричность или в мастер-плане и посадке корпусов самих? Нет, в управлении нет. Ну, вот тут тезис у меня уже в начале был. вот посадка первых двух домов, в которые упирает, собственно, улица, вот, товарная, да, она симметричная, поэтому вот как-то вопрос, премиальности, ну, как бы, знаете, тут какой, возможно, были бы другие фасады, если бы были другие ограничения, потому что к вопросу динамики. Есть участки, на которых нет ограничений по высоте, и мы можем делать переменную этажность, создавать какие-то динамические акценты. Здесь девять этажей, поэтому выровнено. Ну, вот конкретно, как бы, мое, как художника, видение, да, что если симметрично стоят дома и они ровные, то как бы этот принцип и этот подход, он должен соблюдаться во всем, и фасады в том числе, поэтому не хотелось давать динамики, хотелось давать статики и классического, более или менее классического подхода по пропорциям вот к фасадам. Ну, это, но я не считаю, что Петербург по примитивным принципам построен. Спасибо. Там, ну, в концепции благородного устройства предусмотрена геопластика некая, естественно. Кстати, вопрос, вот по поводу организации общественных пространств, организации площадок, вот этих нейродинамических, о которых вы говорили, мы недавно, ну, практически всем составом были на очень большой презентации, посвященной нейродинамике. Вот нельзя таких вещей делать, да. Вот, я хотела спросить, вы кого-то будете приглашать из профессионалов для вот этой истории? Да, конечно, будем. Пока не называем конкретных имен, но разумеется. Тут был, звучал вопрос по поводу ландшафта, я еще добавлю, что территория имеет перепад, такой шестиметровый, который в благоустройстве будет, конечно же, тоже как-то обыгран. Это все будет. Вопрос, Александр, да, будьте добры, вот туда, пока идет микрофон, вопрос про управляющую компанию. Что будет с ней? Сами будете? Искать будете на внешнем рынке? Ну, пока как планируется. Я передам слово Ольге. Да, хорошо, Ольга. По поводу управляющей компании. Мы сейчас рассматриваем по всем своим проектам бизнес-класса, подбираем управляющую компанию, пока думаем, как это будет, в партнерстве или нет, именно, чтобы она более премиальные сервисы оказывала соответствующего уровня. И предполагаю, что та же управляющая компания будет здесь. Ну, естественно, первое время, да, если там покупателям нашим все понравится, они не решаются. то есть я правильно поняла, что вы рассматриваете на все свои проекты бизнес-класса одну управляющую компанию? мы сейчас, собственно, проводим тендер, да, и делаем определенный выбор, потому что у нас один проект вводится уже в конце этого года, и следующий там уже 23. Когда мы вправе примерно ждать, ну, как бы решения? Ну, По нашим проектам? Да, ну, я думаю, к концу этого года уже будет какая-то определенная, да, у нас вводится, да, и, соответственно, следующие проекты уже, будем идти с ней. Да, спасибо большое. Пожалуйста, вопрос. Добрый день, Майя Сержантова, АСН-Инфо, Санкт-Петербург. Сейчас у нас такая лютая жара стоит, и, конечно, хочется узнать, как решен вопрос кондиционирования. И, кроме того, что вентиляция внутри помещений, и очень любят блоки вентиляции, блоки кондиционеров вывешивать на улицу, как решен у вас этот вопрос? Может быть, какие-то отдельные блоки заранее предусмотрены, или сразу идет? Как вы это сделали? Значит, разделим ответ на два. Это первая очередь. В первой очереди все довольно-таки тривиально. У нас будут корзины на фасаде в необходимых местах, предусмотренных архитекторами, кроме девятого этажа. На девятом этаже фасад остается чистым от корзин, и будет предусмотрена ВРВ-система с размещением блоков на кровле. А вот что касается последующих очередей, то окончательного решения еще нет, но, вероятнее всего, будет уже без корзин. Мы будем размещать блоки уже как-то встроенно, так, чтобы фасад был чистым, оставался без блоков. Спасибо. Вопрос Антонов. Скажите, пожалуйста, вот как сказал Дмитрий, эти дома для богатых эгоистов. Это не я сказал. Это сказал Дмитрий. А так, может быть, к нему? Не-не, а вопрос к вам. Насколько лет вы гарантируете элитность этих домов? Это и как сталинские на века, или как хрущевки на несколько лет? Спасибо. Ну, смотрите, те материалы, которые сейчас здесь используются, это клинкерный кирпич, но у него 250 циклов замораживания и оттаивания. Соответственно, как бы это практически вечный материал. Но мы на некоторых объектах его уже проверяли, клали торцом, по-разному оформляли, использовали его в благоустройстве. То есть у него нет никакой, как это сказать, защиты там сверху от осадков. То есть он лежит, ничего с ним не происходит. Архитектурный бетон, это, в общем-то, не ново. Это довольно современный материал, который сейчас развивается. Много компаний, много новых производств открывается по архитектурному бетону. Он там становится стеклофиброй, он становится еще с какими-то примесями и так далее. Но, по сути дела, эта технология известна давно. ГУМ у нас в архитектурном бетоне. Поэтому за фасадные материалы мы здесь не переживаем. Сверху у нас фасад облегчен композитными панелями. Ну, по Москве есть уже такие объекты с построенными этими материалами. И, в общем-то, на протяжении 20 лет уже ничего с ними пока не происходит. Но с кирпичом и с архбетоном, я думаю, вообще ничего не произойдет. Поэтому за материалы мы здесь не переживаем, не беспокоимся. Так, а если не за материалы? А за что еще? За эмоциональную, за социальную, за какую-то другую составляющую этого проекта. Ну, я, правда, тут, простите, все-таки чуть-чуть поправлю, да, не про эгоизм, про гедонизм говорили. Ну, так, есть некое отличие. Но, тем не менее, как вы думаете, сколько времени гедонисты будут смотреть на этот проект именно вот как на место для себя? Ну, вот смотрите, даже вот в презентации мы посчитали, сколько типологий разных фасадов здесь есть. И здесь порядка восьми разных, вот мы, архитектор, называем паттернами. Это рисунок, который может быть выполнен в разных материалах. Поэтому комбинации там 8 на 3 и 8 на 4 для такого участка это вполне достаточно и вполне нормально для того, чтобы среда была разнообразной. Я думаю, что людям не надоест ходить между этими домами и 50 лет там и больше. Я считаю, что здесь достаточно разнообразия. Потому что 50 лет и больше гедонисты всей Москвы и Московской области будут смотреть и облизываться. Ну, 50 лет это в моем понимании за пределами прогнозирования. Сегодня жизнь меняется так стремительно, что, наверное, было бы абсурдно мне говорить, что я вот предусмотрел. Но это все равно, я думаю, не прогнозировалось. Это так получилось. И, кстати говоря, да, за ними очень внимательно следят. За ними. Да, добавляйте, добавляйте. Да, я вернусь к гедонизму. Зацепила. Нет, нет, гедонизм это немножко, да, другое. Если смотреть наше окружение, нашу локацию, то фасады нашего комплекса, да, они разительно отличаются от даже тех же конкурентов, которые там представлены с их обычными, там, ничем не выделяющимися фасадами. Поэтому в нашем комплексе мы абсолютно уверены. Да, спасибо. Сейчас, минуту, да. Светлана Ленгасова, строительный еженедельник. Хочу узнать, что планируете на верхнем этаже. Там двухъярусная квартира, двухуровневая. Как вы это видите? Ну, в первой очереди двухъярусных квартир нет. Это стандартный этаж, только немного выше, на полметра выше, чем типовой, до трех с половиной метров. А окна там от пола до потолка или как? Да, окна будут. Судя по визуализации отличаются? Да, от пола до потолка. Да, и вы сказали, что там возможно объединение. Возможно объединение лотов, да. Сколько получается общая площадь, вот если объединить, ну, по максимуму? Ну, можно, наверное, до 130, до 140 дойти. Может, 120. 120, 140. Там смотря, какие квартиры попадают под объединение. Вообще, наверное, еще стоит сказать, что конструктивная схема здесь не такая, как чаще встречается пилон с заполнением. Здесь между квартирами монолитные стены. Опять же, нацелены на повышение звукоизоляции между квартирами, чтобы соответствовать классу. А на девятом этаже там возможно объединение, потому что такой истории уже нет. Понятно. Да, давайте сразу же. А скажите, пожалуйста, девять этажей много и мало. Планируются ли эксплуатируемые кровли? В первую очередь, нет. В последующих очередях, где переменная этажность, вот и появление террас, возможно, появятся эксплуатируемые кровли. Молодец, Александр. Не обещает ничего. Говорит, возможно, появятся. Потому что мы же потом придем и скажем, вы же обещали эксплуатируемые кровли. Где они? Правильно, правильно. Да, можно вот сюда? А, хорошо. Да, сейчас вот тряп уже. Хотел спросить, а где будут работать ваши жители? Там рядом уже Сколково. Вы рассчитываете, что основные покупатели будут из Сколково? Или все-таки те, которым придется ездить в Москву? Ну, я только два слова, наверное, расскажу, пару слов. На территории создается порядка двух с половиной тысяч рабочих мест. Разумеется, что это не обязательно, что жители застройки будут там работать. Но для Подмосковья это хорошо. А так как вот эллипс номер три, показанный Дмитрием, это 25 минут до центра столицы, я думаю, что все же большинство людей поедет туда. Наверное, это будет так. Но Сколково тоже стоит рассматривать. Я хоть и не за продажей, но чуть-чуть добавлю. Просто есть уже ряд знакомых, который живет в Подмосковье, и им на самом деле, как уже в самом начале говорили, не хватает комфортного жилья. Поэтому я знаю людей, которые хотят уже из близлежащего Подмосковья переехать, во-первых, чуть-чуть поближе, во-вторых, повысить уровень своего жилья на более премиальный. Но при этом не хотят уезжать в Москву. При этом из Подмосковья уезжать не хотят, да. Ну, кстати, я таких тоже знаю, кто принципиально живет в Подмосковье, ну, в таком ближнем круге, и категорически не хочет, по крайней мере, в данный момент возвращаться в Москву. А вы сейчас имели в виду под Подмосковьем Рублевку? Может быть, с Рублевки кто-то будет переезжать? Вообще со Сколково переезжают. Из Сколково переезжают. Кстати, да, почему нет? Из Одинцова, да. Да. Девочки, а можно вот сюда микрофон? Нет, сейчас просто не услышат. Сейчас. А потом у нас же трансляция, поэтому лучше в микрофон. Ну, я Антону мог бы и так спросить. Но есть ли мастер-план и очередность всех объектов, которые будут? Почему? Потому что очень важно, ну, с первым вы же не будете сразу школу там, еще место, садик. Потом есть такое, ну, вот, я не знаю, как это уж назвать. Во всяком случае, те, кто покупатели, вы сразу определите, сколько, ну, может быть, скорректировать придется, сколько мест, допустим, в школе и так далее. Потом сойдет это и так далее. Когда будут вот эти объекты социальные, ну, в какую очередь? Мы разделим тоже, вернее, ответ на две части. Первая часть, что, безусловно, для того, чтобы запроектировать конфигурацию, в первую очередь был спроектирован весь мастер-план. Есть его планировка, а коллеги впоследствии будут, ну, возможно, реализовывать под ней. А возможно, ну, опять же, понимаете, у нас каждый год меняются тренды, меняются запросы. Либо мы около леса поставим девятиэтажки, либо мы перейдем на таунхаусы. Это вот мы с коллегами сможем определить позже, потому что сейчас это непонятно, да? Ну, вот мой ответ такой, что мастер-план, он, да, есть. Есть технико-экономические показатели, которые необходимо реализовать на этой территории. Исходя из них, из этого максимального количества посчитана социальная инфраструктура, как уже Александр сказал, там с профицитом, то есть там есть, в общем-то, запас. Но поскольку проект планировки территории утвержден, да, то все цифры есть, соответственно, ну, к реализации это вот Александр, наверное, лучше ответить. Ну, я имел в виду и картонка, и стадионы, прочее-прочее. Это первое, а потом я, как продолжение, но основная характеристика бизнес-класса – это безопасность, приватность и так далее. Как вообще это будет обеспечено для жителей? Это общая, допустим, территория огороженная, это подъезды, дворы и так далее. Давайте я про социалку закончу и про мастер-план тоже вначале. Разумеется, мастер-план был и в презентации нашей, он даже был до последнего момента, и мы решили все-таки его исключить, поскольку слегка корректируем там в части этого променада, о котором я упоминал, мы его вставляем, он там не отражен. И поэтому двигаются соцобъекты, меняются местами. Я просто не хотел, чтобы увидели неактуальную версию. Думаю, что в скором времени уже финальный мастер-план, ну, на сегодняшний день финальный, тоже можно будет с ним познакомиться. По поводу ввода объектов в социал-инфраструктуру, то у нас два детских сада, оба появляются в 2025 году, а школа в 2027. Теперь по второй части вашего вопроса, по поводу безопасности, приватности. Значит, в каждом подъезде у нас консьерж, охрана. Дворы, правда, в первую очередь все-таки открыты, а вот дворы последующих очередей, они уже, вероятно, все будут закрыты. И двор будет полностью приватен. А первые дворы, ну, там получается так, что три двора на первые шесть домов — это единая система, единое целое. И спортивные, и детские площадки, и все там взаимосвязанные. Поэтому, наверное, за кровать было бы не очень правильно. Приходилось бы каждый раз ходить через кут из двора в двор. Они как единое целое, эти три двора. Можно еще тоже спрошу, вот в продолжение того, о чем говорили, что есть мастер-план, но он может поменяться, потому что, да, тренды меняются, и кто его знает, может, там таунхаусы надо будет строить. А вообще вы не рассматривали, да, вот этот ныне модный среди девелоперов выход в ИЖС, в коттеджное строительство, в какие-то вот такие вот вещи. Не будут ли коттеджи в Сколково вообще еще более популярны, ну, рядом со Сколково, чем бизнес-класс? Ну, на нашей площадке нет, но мы вот знаем, что прям рядышком, менее чем в километре от нас, такой проект сейчас реализуют наши конкуренты, партнеры. Ну, наверное, так. Единственное, что мы обсуждали, возможно, это будет когда-то в будущем, это некие такие полисадники для, возможно, появившихся квартир на первых этажах, если таковы и будут. Пока что первые этажи мы предполагаем под коммерцию целиком отдавать. Про коммерцию тоже хочу спросить. Вы как-то планируете какую-то такую, ну, у себя в голове сформированную рассадку, где кого посадить? Тоже, да, вопрос обсуждаемый, надо ли это делать девелоперу или нет. Но вот некоторые дела, когда выводят сразу, вот, это помещение под аптеку, ищем мы сюда только арендатора аптечного и никакого другого. Вы планируете в первую очередь что-то подобное? Планируем, работаем над этим с консультантами, и примерно, ну, за полгода до ввода домов в первую очередь уже уместно будет говорить и о конкретных арендаторах. Кстати говоря, пока что подход к реализации площадей – это аренда для коммерции. Так, коллеги, есть ли еще вопросы, которые стоит задать? Да, пожалуйста. Предусмотрены ли лифты? Наверное, они есть, 9 этажей все-таки. И как будет осуществляться вход в лифты с первого этажа? Да, то есть вопрос в том, нужно ли подниматься немножечко по ступенечкам вверх, или если ты обладатель, счастливый обладатель коляски с ребенком, все-таки сразу можно въехать без ступенек. А у нас же теперь, по-моему, в Подмосковье новые правила, да? Да, это, да. Не успел об этом сказать. Вводится или уже, может, даже ввелся некий стандарт, где закреплено вот это. Обещали, к первому, хотят к июлю разработать, но бог с ним, с июлем, но с августа уж, наверное, точно будут. Но, в принципе, сейчас дворы, точнее, не дворы, извиняюсь, а подъезды без ступеней, это уже тоже стало, наверное, каким-то стандартом. И мы, разумеется, им исследуем. То есть все разуклонка организовывается для комфортного входа без единой ступени. Все там на таких легких уклонах. А в самой входной группе и для той же самой коляски место, и отдельно для велосипедов и лыж тоже предусмотрено. Да, да, это помещение общего пользования. Оля, а можно вот я спрошу еще вот какую штуку? Значит, предусмотрено, я так понимаю, да, опять же, это, нравится вам это или нет, это вы обязаны были бы сделать в связи с этими новыми правилами, это помещение для консьержа. Ну вот, что рассказывают люди из классов пониже, что помещение это предусмотрено, а консьерж там не сидит, потому что население отказывается платить за содержание этого консьержа. Оля, я хочу спросить по поводу вот ваших предыдущих проектов бизнес-класса. Там есть такая проблема? Или все-таки в бизнес-классе это вопрос глупо обсуждать? У нас здесь предусмотрено, как и в других проектах бизнес-класса, не помещение для консьержа, а рецепшн. Соответственно, все эти консьерж-службы в различном их виде, с различными услугами, задача организованная с точки зрения управляющей компании. Поэтому это все будет входить непосредственно в ставку эксплуатации. И это же не ТСЖ, где мы там по 500 рублей собираем с квартиры на консьержку. Вот, поэтому здесь, ну и плюс все-таки мы понимаем, что в отличие от многих других объектов, комфорт-класса, стандарт-класса, все-таки здесь немножко иная целевая аудитория, которая больше даже заинтересована, и, наверное, ну на таком они вряд ли будут экономить. При наличии рецепшн, стало быть, есть ряд услуг, да, которые можно будет получить. Можно, ну прям хотя бы в двух словах. Пока не могу сказать, потому что это будет зависеть от итогового списка от управляющих компаний, плюс, возможно, мы будем в зависимости от класса, ну потому что Москва-область все-таки тоже немножко, да, есть разница. Возможно, они будут варьироваться, чтобы условно не делать какие-то завышенные тарифы для людей, ну там, с какими-то ненужными, невостребованными услугами. Ну то есть это опять же вот к концу года, когда, да, будет выбор, уже можно будет понять, какие будут услуги там. Вы знаете, я бы не хотел сейчас называть полный перечень элементов умного дома, но в какой-то степени, да, мы будем это реализовать. А что касается устройств контроля доступа, то это, естественно, видеодомофонная связь, возможно, с применением Face ID, и въезды в парковки, но также будут автоматизированы. В принципе, вот. Коллеги? Да, пожалуйста. Галина Титуо, Стэллн-де-Сити. А примерно стоимость эксплуатации для жителей оценивали? В какой размер? Наверное, где-то за полгода до ввода первой очереди будем об этом говорить. Пока нет. Спасибо большое. Так, коллеги, если вопросов больше нет, по крайней мере, тех вопросов, которые хочется задать в общественном пространстве, то, наверное, спикеры еще не совсем убегают, и их можно будет попытать в индивидуальном порядке, если кому-то это необходимо. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто сегодня выступал, нашел время для этого. Огромное спасибо всем, кто был сегодня в зале. Большое спасибо всем, кто слушал и смотрел нас удаленно. Ну, я так понимаю, теперь мы ждем уже пресс-конференции по поводу старта продаж и вообще, значит, выхода объекта на рынок. Вы почву подготовили вполне достаточно, я так думаю. Его будут ждать. Единственное, что под финал хочу спросить, вот с какого там завтрашнего дня вы готовы какой-то лист ожидания открыть? Тех, кто вот сейчас начнет записываться в очередь. Да, готовы. Да, готовы. Можно. Прекрасно. Вот на этой позитивной... Да, да, можно, конечно. Нет, Людочка, нет. Микрофон. Вот такой момент. Приясните, пожалуйста, два девелопера в одном проекте. С чем это связано? А ему все ждали. Да, как вы определили. Когда же он прозвучит этот вопрос? Кто будет продавать вообще? Все-таки я передам слово Ольге. Все-таки просвучит. Связано с тем, что первоначально земельный участок принадлежал компании Icon. Соответственно, мы вот в партнерстве решили реализовывать. И, ну, как уже Александр говорил, условия, к сожалению, мы не можем сейчас озвучивать, да, партнерского соглашения. Но полностью девелоперский цикл будет сопровождать ФСК. Это и продажи, и реклама, и ценообразование. Вот. И Icon Development выступает у нас сейчас как техзаказчик. И, соответственно, ну, там какие-то вопросы мы, естественно, в партнерстве тоже обсуждаем. Если вам понравится, коллеги, это к обеим компаниям вопрос. Во-первых, можете ли вы и дальше друг с другом как-то двигаться по жизни? А во-вторых, готовы ли вы в принципе дальше рассматривать подобного рода альянсы с кем-то другим на рынке? Ну, со стороны ФСК скажу, что нам с Icon повезло. Ну, по крайней мере, вот все, что касается моего блока и нашего общения, пока у нас полное, слава богу, взаимопонимание. Вот. И работать действительно комфортно. И где-то мы можем что-то друг другу, да, новое такое и полезное привнести от этого сотрудничества. Вот. По поводу дальнейших планов, это, наверное, лучше к акционерам, к нашим адресовать вопрос. Вот. Насколько, да, там им это понравится. Они захотят это как-то еще дальше, эту схему использовать. Так, а Айка нам что скажет? Вот вообще ни разу не слышала еще, что вот при, господи, партнера бог послал. Чего я с ним связалась? Но уж теперь куда деваться. Нет, все говорят, как нам повезло. Да, по-моему, я начал свое выступление, да, со слов, что мы благодарны за эту коллаборацию. Ну, вообще, мне кажется, что коллаборация среди девелоперов и вообще коллаборация среди разных брендов, это некий тренд, такой еще один тренд, да, вот я все про тренды. Мне кажется, еще один некий тренд, когда две компании совместно делают какие-то вещи. Мы сейчас пытаемся, ну, странно, да, эконом-девелопмент делать тренд с не-девелопером в рамках каких-то полезностей для наших клиентов, да, то есть мы не говорим о развитии именно строительных, уходим больше в маркетинг, рекламу с другими компаниями. Поэтому коллаборация и вообще вот эти совместные истории, мне кажется, это за этим будущее. Спасибо большое. Коллеги, вот на этой позитивной ноте мы, пожалуй, деловую часть закончим. Значит, еще раз я хочу сказать большое спасибо спикерам и большое спасибо всем, кто здесь присутствовал очно или заочно. Значит, у нас такой небольшой перерыв, и потом те, кто захочет, могут посмотреть мультик, дивный совершенно мультик, кто не смотрел, очень рекомендую. Вопросы, если остались, и их стоит задать в индивидуальном порядке, я думаю, что там спикеры не откажут. Кроме того, присутствуют представители обеих пресс-служб здесь, которым также можно направлять вопросы, касающиеся вот такого симпатичного нового подмосковного проекта. Всем большое спасибо. Пожалуйста, не забудьте опять включить звук на своих мобильных телефонах, ну и посмотреть, что там происходило, пока мы тут вот радостно общались. Все, спасибо, и дальше мультфильм и радостный рабочий день.